Я не очень высоко оцениваю шансы на переход переговоров в конструктивной фазе, скажем так. Главная причина, мне кажется, заключается в том, что стороны, в первую очередь украинская сторона, настаивает на разоружении ополченцев как на главном факторе. Очевидно, и наш президент, кстати, об этом говорил, что сам вот это требование разоружения в этой ситуации, оно выглядит совершенно нереальным. Очевидно, что требование разоружения, тем более в одностороннем порядке. Даже в двухстороннем порядке, я думаю, это было бы нереальным, в одностороннем тем более. Мне кажется, если переговоры о перемирии могут приобрести какой-то конструктивный характер, надо ставить вопрос не о разоружении, а о управляемости. Сделать так, чтобы, и добиться так, чтобы все военные силы, задействованные на той и на другой стороны, подчинялись какому-то единому центру принятия решений. Чтобы вооруженные силы, действующие с украинской стороны, выполняли распоряжение собственного главнокомандующего, когда он объявляет перемирие, чтобы это перемирие действовало. Если он объявляет военные действия, эти военные действия происходили. И то же самое со стороны ополченцев, чтобы был некий единый центр принятия решений. Вот это, собственно, мне кажется, надо... Я бы, если бы мог давать какие-то советы, посчитал бы, что это является сейчас приоритетной задачей. Мы все говорим о том, что значительная часть вооруженных сил, но национальная гвардия и вот эти добровольные батальоны, которые создаются олигархами, не подчиняются президенту Порошенко. Я не знаю, в какой степени самого президента Порошенко это устраивает. Очень может быть, что он тут отчасти здесь в некоторой степени заинтересован в том, чтобы не все ему подчинялись. Тут есть и такая хитрость, конечно. Но мы также не очень понимаем, кто, собственно говоря, управляет ополченцами. Если бы возникло вот такого рода единое командование с той и с другой стороны, дальнейшим вопросом можно было бы хотя бы решить о приостановке огня. И не на 72 часа, а на более позднее время. В настоящий момент, я думаю, действительно, перемирие будет продолжено тем или иным способом. В этом заинтересована, естественно, украинская сторона. Тем более, что военные действия все равно продолжаются. Вообще, есть такое ощущение, что переговоры – это некоторая такая ширма для международных наблюдателей, для внешних сил. Показать, что со всех сторон действуют люди доброй воли, люди заинтересованные в мирном решении вопросов. Но при этом одновременно показать агрессивно настроенному собственному избирателю, в первую очередь, понятно, украинскому, что все на самом деле продолжается. Все военное решение не отброшено и не оставлено. Это, безусловно, недопустимо. И сама в себе такая ситуация только провоцирует насилие. В этой ситуации неуправляемости, естественно, появляются самого разного рода субъекты, в том числе внешние, которые, как уже было сказано, используют всю эту ситуацию для решения каких-то, в том числе и бизнес-проблем. Политическое решение этого вопроса, что надо понимать? Первое. Украина не будет той, которая была до Майдана. Невозможно возвращение к тому формату унитарного и того государства, которое было до Майдана. Это просто надо расстаться с этим представлением. Разумеется, это будет какое-то другое государство. Второе. Мне кажется, довольно странно, недовольно странно видеть, как одновременно с этими переговорами, на которых все-таки решается судьба Украины как будущего государства, одновременно с этим подписывается соглашение с Евросоюзом. То есть то самое соглашение, которое и было причиной всего конфликтной ситуации. То есть решается вопрос, хотя, конечно, я понимаю, насколько все это условно и насколько та же самая Ангела Меркель сказала, что еще все это без вопросов, без согласования с Россией ничего не решится. Но все-таки делается символический шаг, определяющий цивилизационное будущее Украины. То, собственно, что и является главной причиной конфликта. На мой взгляд, в период ведения переговоров, на которых все-таки решится судьба этого государства, мне кажется, какие-то жесткие действия в плане цивилизационного определения Украины были бы нерациональны, как минимум. Ну и третье. Будет ли федеративная Украина или не будет федеративная Украина? Очевидно, что статус Донецка и Луганских территориальных формирований внутри Украины будет отличаться от, скажем, других территориальных формирований. Они, разумеется, приобретают какой-то особый характер. И в какой степени другие регионы смогут достичь того же статуса, это большой вопрос. Продолжение следует...